Евангелие от Матфея, глава 16. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. Иисус сказал им, смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Они же помышляли в себе и говорили, это значит, что хлебов мы не взяли. Уразумев то, Иисус сказал им, что помышляете в себе маловерные, что хлебов не взяли. Еще ли не понимаете и не помните о пяти хлебах на пять тысяч человек и сколько коробов вы набрали? Не о семи ли хлебах на четыре тысячи и сколько корзин вы набрали? Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского. Придя же в страны к Исарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают меня сына человеческого. Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, сын Бога живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав Его, Петр начал прикословить Ему, будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою. Он же, обратившись, сказал Петру, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. Тогда Иисус сказал ученикам Своим, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего, с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем. Евангелие от Матфея, глава 17. По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними. И просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При тем Петр сказал Иисусу, Господи, хорошо нам здесь быть, если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илия. Когда он еще говорил, си облако светлое осенило их, и си глаз из облака глаголищей, си есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте. И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались, но Иисус, приступив, коснулся их и сказал, встаньте и не бойтесь. Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря, никому не сказывайте о всем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И спросили его ученики его, как же книжники говорят, что Илия надлежит прийти прежде. Иисус сказал им в ответ, правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них. Тогда ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне Крестителе. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя перед ним колени, сказал, «Господи, помилуй Сына Моего, Он в Новолунии беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам Твоим, и они не могли исцелить его». И Иисус же, отвечая, сказал, «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали, почему мы не могли изгнать его. И Иисус же сказал им, «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете Горесии, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас, сей же род изгоняется только молитвою и постом». Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им, «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет, и они весьма опечалились». Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру, собирателе Дидрахмы, и сказали, «Учитель ваш не даст ли Дидрахмы?» Он говорит, «Да». И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал, «Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати? С сынов ли своих или с посторонних?» Петр говорит ему, «С посторонних». Иисус сказал ему, «Итак, сыны свободны». «Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир. Возьми его и отдай им за меня и за себя». Евангелие от Матфея, глава 18. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надо бы наприйти соблазнам, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется, если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он девяносто девять в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? Если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о девяносто девяти незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, то добудет он тебе как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Тогда Петр приступил к Нему и сказал, Господи, сколько раз прощать брату Моему, согрешающему против Меня, до семи ли раз? Иисус говорит ему, не говорю тебе до семи раз, но до семи ж до семидесяти раз. Посему Царство Небесное подобно Царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к Нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов. А как он не имел, чем заплатить, то Государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь Ему, говорил, Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря, отдай мне, что должен. Тогда товарищ его пал к ногам его, умоляя его, и говорил, потерпи на мне, и все отдам тебе. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали Государю своему все бывшее. Тогда Государь его призывает его и говорит, злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И, разгневавшись, Государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего, брату своему, согрешений его. Псалом 94. Придите, воспоем Господу, воскликнем Богу твердыни спасения нашего, предстанем лицу Его со словословием, в песнях воскликнем Ему. Ибо Господь есть Бог великий, и Царь великий над всеми богами. В Его руке глубины земли, и вершины гор Его же, Его море, и Он создал Его, и сушу образовали руки Его. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колени пред лицом Господа, Творца нашего. Ибо Он есть Бог наш, и мы народ паства Его, и овцы руки Его. О, если бы вы ныне послушали глаза Его, не ожесточите сердце вашего, как в Мериве, как в день искушения в пустыне, где искушали Меня отцы ваши, испытывали Меня и видели дело Мое. Сорок лет я был раздражаем родом с ним, и сказал, это народ, заблуждающийся сердцем, они не познали путей Моих. И потому я поклялся во гневе Моем, что они не войдут в покой Мой. Книга Иисуса Навина, глава 13. Екронский и Аввейский. К югу же вся земля Ханаанская, от Миары Сидонской до Афека, до пределов Амарейских. Также Филистимская земля Гевла и весь Ливан к востоку солнца от Ваалгада, что подле горы Ермона, до входа в Ямав. Всех горных жителей от Ливана до Мисрифов Маима, всех Сидонян я изгоню от лица сынов Израилевых. Раздели же ее в удел Израилю, как я повелел тебе. Раздели землю всю его дел девяти коленом и половине колена Монасина, от Иорданом до моря Великого, к западу отдай ее им, Великое море будет пределом. А колено Рувимова и Гадова с другой половиной колена Монасина получили удел свой от Моисея за Иорданом к востоку солнца, как дал им Моисей раб господен. От Араера, который на берегу потока Арнона, и город, который среди потока, и всю равнину Медеву до Дивона. Также все города Сигона, царя Амарейского, который царствовал в Есивоне до пределов Амманицких. Также Галаат и область Гессурскую и Махскую, и всю гору Ермон, и весь Васан до Салхи. Все царство Ога Васанского, который царствовал в Астарофе и в Ядрее, он оставался один из рифаимов, которых Моисей поразил и прогнал. Но сыны Израилевы не выгнали жителей Гессура и Моахи и Хананеев, и живет Гессур и Моаха среди Израиля до сего дня. Только колену Левину не дал он удела. Жертвы Господа Бога Израилева суть удел его, как сказал ему Господь. Вот разделение, какое сделал Моисей сынам Израилевым по племенам их на равнинах Моавицких за Иорданом напротив Иерихона. Колену сынов Рувимовых по племенам их дал удел Моисей. Пределом их был Араер, который на берегу потока Арнона, и город, который среди потока, и вся равнина при Медеве. И все города на равнине, и все города на равнине, и все города на равнине, и все царство Сигона, царя Амарейского, который царствовал, и которого убил Моисей, равно как и вождей Мадиамских, Евия и Рекема, и Цура, и Хура, и Реву, князей Сигоновых, живших в земле той. Также Валаама сына Виорова, прорицателя, убили сына Израилева мечом в числе убитых ими. Пределом сынов Рувимовых был Иордан. Вот удел сынов Рувимовых, по племенам их города и села их. Моисей дал также удел колену Гадову, сынам Гадовым, по племенам их. Пределом их был Иозер, и все города Галацкие, и половина земли сынов Аммоновых до Араера, что пред Раввы. И земли от Есивона до Ромав Митсвы, и Витанима от Маханаима до пределов Давира. И на долине Беф-Гарам, и Беф-Нимра, и Сокхов, и Цафон, остаток царства Сигона, царя Исивонского, пределом его был Иордан до моря Хинеревского, за Иорданом к востоку. Вот удел сынов Гадовых, по племенам их города и села их. Моисей дал уделы половине колена Монасина, который принадлежал половине колена сынов Монасинах, по племенам их. Предел их был от Маханаима весь Вассан, все царство Ога царя Вассанского и все селения Иаирова, что в Вассане, 60 городов. А половина Галаада и Астаров, и Едрея, царственные города Ога Вассанского, даны сынам Махира, сына Монасина, половине сынов Махировых по племенам их. Вот что Моисей дал удел на равнинах Моавицких за Иорданом против Иерихона к востоку. Но колену Левину Моисей не дал удела. Господь Бог Израилев сам есть удел их, как Он говорил им.